Вот чтобы вы понимали, у интеллектуального животного, например, у обезьян, если он живет в неволе, в домашних условиях, обезьяне необходим интерактив каждую минуту. То есть, вот мне сейчас, как обычному человеку, хотелось бы взять банан, почистить его, порезать и подать на тарелочке Афоне. Но этого делать не надо. Так как у них очень развит интеллект, им нужна все время зарядка для ума и зарядка для рук. То есть, ему надо все время что-то делать. Интеллектуально напрягаться и физически, конечно, тоже. Вот это такой небольшой пример интерактивчика. Достал банан из пакета, потом он его открыл и сейчас он его ест. Вот это я вообще в шоке, не знаю, что такое. То есть, нельзя всегда, как у нас у людей принято, подготовить, приготовить, почистить, порезать. Нет. Вот. Обезьяне надо чем-то заниматься. Устал, аж зевает. А иначе, если не давать такому животному интерактив постоянный, у примата начнется депрессия и испортится характер в очень плохую сторону. В очень плохую сторону. И мало вам не покажется. Поэтому, те люди, кто думают, что обезьяне можно в домашних условиях проживать в клетке, не имея достаточного интерактива, он глубоко ошибается. И порой даже залезть в кастрюлю, добыть макарон, это тоже интерактив. Это тоже зарядка для ума и для рук. Обезьяне нужна обогащенная среда, чтобы он был счастлив всегда при деле. Поэтому обогащайте среду и четверг, и пятницу, если у вас есть обезьяна. А клеточные животные становятся с больной психикой, неадекватные, плохо управляемые и просто несчастные животные. Повторюсь, в клетке обезьян держать нельзя. Это и издевательство.